Давайте сегодня поговорим о буднях поселка Нежный. Что это такое? Это не только строительство, хотя строительство я бы назвал основной темой. Почему? Да потому что доступное жилье, вот что главное, вот что сейчас необходимо россиянам. И это реализуется, и это реализуется здесь, в поселке Нежный. Но будни это еще и постоянный контроль качества. Это современные материалы, и о них сегодня и поконкретнее. И, конечно же, будни это еще и детский смех, и довольные лица тех людей, которые здесь уже живут. И вот вы посмотрите, где в городе настолько качественно обустроена детская площадка. Ну, есть, конечно, места, но вот тут мы их нашли. И тут мы, кстати, на съемках видели тех самых детей, которые наслаждаются жизнью. А почему бы и нет? Тишина, спокойствие, отличные дороги, ну и реализация американской мечты в Магнитогорске. И все-таки хотелось бы повнимательнее отнестись к вопросу, как и чем здесь строят. И почему в домах тепло. И почему финишная отделка – это вопрос недели-двух. Начнем с фундамента, точность которого определяется лазерным теодолитом. Вообще, наличие здесь серьезной, а главное – новой техники, говорит о реальных возможностях быстрого строительства. Конечно, можно сделать и быстрее, и в Америке так и делают фанерные дома. Но здесь строится капитально и прочно. Теперь, почему в домах тепло. Опять же, начиная с фундамента. Наивно и необоснованно полагать, что по ленточному фундаменту просто пускают лаги. Нет, происходит отсыпка щебнем, который изолирует влажность и защищает от грызунов. Затем, по нему выровненному, кладется слой теплоизолирующего материала. И сооружается бетонная стяжка. И вот вам теплый пол. Шлакоблок сегодня, пожалуй, самый популярный магнитогорский материал. И радужный, и хуторки в большинстве своем сделаны из шлакоблока. И чтобы придать стенам хорошую теплоизоляцию, поверх крепятся листы пенопласта. По своей типопроводности, аналогичной 800-мм бетонной стене. Затем щели герметично заделываются. И дом вообще становится плотно защищен пенопластовым одеялом. А дальше ваш выбор. Армированная сеткой штукатурка или сайдинг. И, возможно, индивидуальная расцветка, по вашему желанию. Про пластиковые стеклопакеты ничего вам рассказывать не буду. Понятно, даже ребенку. Уделим внимание практически идеально ровным отштукатуренным стенам. Внутри которых смонтирована, разумеется, электропроводка. Сейчас, не экономя на мелочах и не работая дедовскими методами, при помощи современных материалов, стены в готовом доме сразу же готовы к наклеиванию обоев. Водопровод, отопление и канализация – это, конечно же, практически вечный пластик. И вот готовый под ключ дом становится полностью готовым. Конечно, если вам не захотелось уже в индивидуальном порядке что-то поменять, а зная эту исключительную особенность российских хозяев и богатую фантазию к переделке женщин, как хозяек, строитель нежного степень готовности остановили на цифре 95. Хотя при желании можно попросить ее и округлить. Здесь вообще умеют строить и любят это делать. Разговор про то, тепло ли здесь, завершим утверждением. Третий год здесь живут не в холоде и сквозняке панельных домов с прохладными батареями, а в собственноручно заданных автоматикой газового индивидуального отопления и постоянной горячей воды в условиях. Ну, типовой подход к строительству имеет ряд преимуществ. Во-первых, упрощается сама технология. И, соответственно, если бы здесь каждый дом чем-то отличался, он бы не был доступен, а стоил бы просто космический денег. Сами подумайте, существуют технологии очень дорогие. И, в принципе, вы можете здесь же их реализовать, потому что в поселке Нежный есть участки под индивидуальное строительство. Пожалуйста, со всеми коммуникациями. Опять же, газ, вода, что еще надо. И канализация, конечно же. Но если вы выбрали типовой дом, вот внутреннюю планировку вы немножко можете поменять, не проблема. А что снаружи? А что снаружи, пожалуйста, сделайте отдельный выход в дворик свой или сад. Или сделайте свой индивидуальный стиль. Тем более, что материалы сейчас есть. И ваш дом не обязательно будет выполнен вот в данной цветовой гамме, которая мне почему-то нравится. Ну, бежевые и желтые тона успокаивают. Вот, пожалуйста, это уже какой-то античный замок с элементами сайдинга сделано. Но вы в фантазиях себя не ограничивайте. А фантазируйте и думайте о такой теме, как, допустим, как взять ипотеку, как грамотно и выгодно продать свою квартиру, чтобы жить без соседей, в тишине, в спокойствии, под ясным и чистым небом. Поселка нет.